На Омском озере в Будакалосе, примерно в 15 километрах от Будапешта, время разминки. Среди лихих вейкбордистов есть инвалиды и слабослышащие. Одному из них 81 год. В молодости он потерял пальцы ног, обморозив их во время службы в армии. Многие здесь умеют выполнять такие трюки, которые сложны и для совершенно здоровых людей. У Роберта Матрая искусственная ступня, но он жалеет, что не начал заниматься вейкбордингом раньше. Здесь я словно получаю заряд и иду на работу счастливым человеком. Люди с ограниченными физическими возможностями могут заниматься этим видом спорта, используя так называемый сидящий вейкборд. Один венгерский вейкбордист увидел такие в Хорватии несколько лет тому назад, привез с собой и собрал желающих, чтобы попробовать. Среди них была и Кристи Леринс, теперь она президент ассоциации This Wake Association. Я думаю, что чем важно развивать этот вид спорта, он способствует интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Ведь когда человек с ограниченными возможностями пробует этот экстремальный вид спорта и рассказывает о своем опыте на рабочем месте своим друзьям, это вызывает большой интерес и помогает наладить общение. Главный тренер Омского спортивного общества говорит, что в таких тренировках черпают силу не только гонщики, но и те, кто с ними работает. Это такой стимул – работать с ними, иметь с ними дело. Это дает вам настрой на весь день. Когда вы видите, что они преодолевают, видите их готовность идти на риск, то все остальные проблемы кажутся вам по сравнению с этим такими незначительными. Вейкборд – сложный вид спорта, особенно для людей с инвалидностью, но это отличный опыт.